мишли из притчи царя самода и тот придет изучает недельную главу то у того в жизни будет все великолепно намного лучше чем без этого сто процентов а уже как будет великолепно это зависит от того насколько вы соблюдаете слушайте советы бога и пути торы пути приятные да и значит если все правильно вы понимаете значит вам должно быть счастье в этом мире и естественно основная награда в мире грядущем мы набираем духовной силы духовной крипты да я это называю ковной криптовалюты которая 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 принимается в духовном мире тора заповеди и добрые дела это единственная валюта которую можно забрать с собой на небо которую можно прикрепить к своей душе к своей душе прикрепить навечно все значит в галле и мор мы сегодня читаем про то что не только коин должен быть должен быть без изъяна до физического то есть коин который в храме мог приносить жертвоприношение должен был быть без физического аньяна прямой без всяких дефектов органах без всяких дефектов на на коже и мы вчера чуть-чуть разобрали эту ситуацию почему так потому что дефекты физические они они обычно являются отражением каких-то дефектов духовных и это очень легко обнаружить очень легко обнаружить в психосоматике что люди действительно психически когда они находятся в стрессе человек находится в стрессе почему он стрессе находится он боится что что-то завтра с ним произойдет да но это же что или он вспоминает что прошлого с ним произошло вот он сидит час и он стрессе теперь то от чего он в стрессе это его психологический дефект то есть это это не нормально это не психологическое здоровье думать что будет плохо или или вспоминать что было плохо это отклонение от психологического здоровья теперь и от духовного здоровья тоже потому что то ранам конкретно сказала не мсти не будь злопамятным Это запрет истории. Бог сказал, не мсти, не будь злопамятным. Не таи в сердце ненависти на брата твоего. То есть нельзя, чтобы была ненависть в сердце, нельзя мстить, нельзя быть злопамятным. Теперь, если человек и про будущее сказано, тот, кто полагается на Бога, милосердие будет его окружать. Все сказано, сказано. Если у человека в духовном плане все хорошо, он полагается на Бога в будущем, он не попрощался со своим прошлым, сказал спасибо за все уроки, извинился за все свои ошибки и в настоящем кайфует в психологическом здоровье. Если он в стрессе, значит он нарушает духовный закон. Если он нарушает духовный закон и он в стрессе, тело обязательно среагирует. Нарушение иммунитета, какие-то, что еще вызывает стресс. Отсутствие сил, да. Что еще вызывает постоянный стресс. Очень много негативных последствий. Теперь, дальше. Дальше у нас сегодня рассказывается о том, что животные, которых приносили в жертву, животные, которых приносили в жертву, значит они тоже должны быть безупречные. Без изъяна, без мума, без мумы так, как изъян, да, на юрите. Вот, а быкай или овцу с одной более длинной или косолапой ногой, ты не можешь принести ее в жертву, но можешь ее сделать доброходной. Жертвой, как бы, но как обед это не будет угодно. И раздробленная, и раздавленная, или оторванная, или отрезанная, не приносите в жертву Богу. И в вашей земле не делайте такого. Теперь, если родиться ягненок, теленок, семь дней тоже нельзя его приносить в жертву, с восьмого дня можно. То есть мы видим, что животные должны быть полностью безупречные. Теперь, откуда это все берется? Давайте вспомним. Первое жертвоприношение в Торе было, когда Каин и Эвель, два сына Адам Решона, первого человека. Каин и Эвель, значит, они, это было два человека, которые населяли мир на то время. И, значит, говорит Каин, Каин говорит Эвелю, давай, говорит, принесем жертву, давай принесем жертву Богу. Значит, вот прям конкретно можем открыть эту главу, это было первое жертвоприношение. Первое жертвоприношение, и Каин принес жертву, принес жертву, да? Сейчас, секундочку, это глава Берешит. Вот, очень интересно. Значит, первая глава Берешит. Человек познал свою жену Хаву, она забеременела и родила Каина. Каин, это был первый сын старший, и сказала, приобрела я человека с Богом. Каин, это как Киньян, приобрела я человека с Богом. Значит, второе. Еще родила ему брата Эвеля. Эвель стал пастухом овеца, Каин стал земледельцем. Вот, прошло немного времени. Ваэйми кэцемим. Прошло немного времени. И что? И Каин принес дар Богу из плодов земли. Написано, ми, значит, ми при Адама, из плодов земли. И Эвель тоже принес в Эвель и Ви Гам У. Принес также он мип хорот цуно, из первенцев своего скота. И, значит, из лучших, из лучших из них. И обратился Бог к Эвелю и к его дару. Ваэса ашэм эль Эвель в Эль Минхото. И Бог принял дар Эвеля. А к Каину и к его дару не обратился. Вэль Каин в Эль Минхото лоша. Лоша. Вэйхарли Каин моот вэйплю панав. И разгневался Каин сильно и спал с лица. Смотрите, как происходит. Он говорит, хочу принести жертву Богу. Эвель говорит, я тоже. Эвель приносит лучшее, что у него было. Каин принес из худшего. Говорят, что это было из плодов льна даже. Из семян льна. И в итоге он увидел, что Бог принял жертву Эвеля. И разгневался. Значит, Каин разгневался. И упало его лицо. То есть, когда он упал его лицо, он стал такой смурной. Смурной такой он стал. И сказал Бог Каину, зачем тебе гневаться? И почему упало твое лицо? Зачем тебе это надо? Что за реакция такая? Зависть. Что за реакция такая? Гневаться, да? Если что-то не по-твоему. Алим тейтифсет. Если ты сделаешь добро, оно поднимется. Вэйм ло. Значит, а если оно не будет добром. Ля пэта хата трувец. Возле входа грех лежит. Вэйле хачо като. И к тебе его влечение греха. Ваататим шольбо. И ты можешь справиться с ним. То есть, это все внутри тебя. Вся эта внутренняя борьба. Вначале решение принести Богу что-то. Сколько ты даешь Богу? Вот человек сидит и думает. Так, вот мне Бог дал там тысячу долларов в месяц зарплату. Или там стипендию. Или тысяча долларов. Или просто сегодня вот я заработал тысячу долларов. Значит, одного зовут Каин, второго зовут Эвель. Каин, он говорит, ну не, ну Бог мне помог, конечно. Все, спасибо Всевышнему. Спасибо Всевышнему. Значит, свечку поставлю. Да, точно, поставлю свечку. Поставил он свечку, значит, зажег свечечку. Все. К примеру, Эвель тоже тысячу долларов заработал. И он говорит, а я сейчас на пятьсот долларов устрою сейчас для, там, например, бедных людей, для сирот. Или просто для бедных устрою праздник. Пускай они тоже покушают, отпразднуют, что вот Всевышний, он милостив ко всем. И я им скажу, что вот вам пятьсот долларов, кушайте на здоровье. И накрыл для них стол за пятьсот долларов. Теперь, на следующий день у Каина угнали машину, а Эвель, он такой, сидит, значит, и заработал не тысячу долларов, а десять тысяч. И Каин расстроился. Он говорит, что же это за жизнь такая, как мне не повезло. Ему Всевышний говорит, слушай, ну сделай добро, возьми, у тебя еще есть, давай заново начнем, да. Вот используешь ты свою вознесенность для добра, и у входа лежит грех, и стремится к тебе, чтобы ты справился с ним. Что делал Каин? И сказал Каин Эвелю, брату своему. Значит, начали они с ним на эту тему общения. И когда были они в саде, и встал Каин, Эвелю, брату его, и убил его. И убил его, представляете? И сказал Бог Каину, где Эвель, брат твой? И сказал, а я не знаю, что я. Сторож моему брату, сказал он ему. Значит, вот здесь очень интересно, ну как Всевышний, давайте концовку прочтем. И сказал Всевышний, что же ты наделал, сказал он ему. Голос крови брата твоего кричит ко мне из земли. И теперь проклят ты от земли, которая открыла свои уста для того, чтобы забрать кровь брата твоего из твоей руки. Значит, ну и будешь ты обрабатывать землю, там и так далее, и так далее. И сказал Каин Богу, более большой грех это, чем я могу вынести. То есть дальше начинается уже Каин, начинает с ним торговаться. Как, что, почему, то есть он, по большому счету, он так и не раскаялся. И корнем его вот этого поведения, безответственность, непризнание своей ошибки, там и так далее, стало потом уничтожение всего человечества. То есть все потомки Каина, потом погибли. Остался один Ноах, который был, Ноах он был, значит, цадиком, праведником. Перед Богом ходил Ноах, и Ноах один остался. То есть мы видим отсюда, что вот эти вот моменты все жертвоприношениями, они, казалось бы, к нам сегодня не имеют отношения, но они напрямую имеют отношение, как мы относимся к святому. Как мы относимся к святости, к святым людям, к молитве, к заповедям. Зэк и Ли вэнвэу, значит, есть такой отрывок, песня, когда они переходили море. Это Бог мой. В Энвэу есть два объяснения. Первое объяснение, три объяснения есть. Это Бог мой. И слово Энвэу можно прочитать как Анивэу. Это мое любимое объяснение, что они были в состоянии пророчества, и они увидели свою прямую связь со Всевышним, что вот эта душа, которая есть часть Всевышнего, она в человеке является основной частью. И когда они увидели эту связь, они поняли, что Я и Он – это одно и то же. Энвэу – это сокращение Анивэу. Теперь второе объяснение – это объяснение такое. Зэк и Ли сказали они, это Бог мой. В Энвэу есть такое слово в иврите, которое называется Наэ. Наэ – это красивое. В Энвэу – это Я украшу свое служение Ему. И отсюда пошло вот это вот направление делать места служения Всевышнему очень красивыми, очень дорогими и так далее. Целое направление людей, которые выражают именно в этом свою любовь ко Всевышнему, украшая свое служение Всевышнему. Третье объяснение Анивэу – это Бог мой в Анивэу. Анивэу – это есть такое слово «маон». «Маон» – это убежище, прибежище. Когда есть 90-й псалом, когда Мушарабейну сказал, что «маон ата айтан ланум и дор вадор», что ты был убежищем для нас из поколения в поколение. Значит, что делает праведник, и это лучше всего выражено в книге «Маска вселенной» есть, статьи в атац. То есть он видит не мир окружающий вокруг себя, он видит Всевышнего вокруг себя. «Беколь Драхеха деу», сказал царь Салмон, «на всех своих путях познавай Бога, выу яшер архатеха, и он выпрямит твои дороги». И царь Давид сказал в псалмах, он сказал так, что «меколь меланда искалки, от каждого, кто обучал меня, я умудрился, ки эдутеха сихали, потому что твое свидетельство говорило мне». То есть праведник, он видит мир по-другому. Он не видит вокруг себя других людей, он видит проявление Всевышнего. Он не видит вокруг себя лес, он видит проявление Всевышнего. Он не видит просто небо, он видит проявление Всевышнего. То есть, он во всем видит проявление Всевышнего, и он все время на контакте со Всевышним. Это праведник. Теперь, Маон, это вот это вот как раз выражение Анву, что я сделаю Бога себе убежищем. То есть, я с ним соединюсь и буду с ним все время на контакте. Значит, то, что написано в сегодняшней главе о животных, которые должны быть без изъяна, это касается красоты. Красоты служения Всевышнему должно быть украшено максимально, и тогда это более выражает намерение человека служить Всевышнему, и тогда, естественно, ответ сильнее. Одно дело, когда человек готовится к встрече, например, у него годовщина свадьбы с женой. Один человек, он может к этому подготовиться, он может думать, как же мне сделать вот этот момент, очень важный для меня в жизни. Он там утром встал, красиво оделся, все значит, реально для него это важно, день свадьбы или день знакомства со своей женой. Другой человек, он говорит, ну слушай, и привет, там типа поздравляю, и ушел. Это разные-разные подходы. То же самое служение Всевышнему. Если ты, значит, делаешь это от всей души, то оно должно быть красиво. Теперь вторая глава, сегодня вторая глава в притчах царя Самона. Естественно, что всю главу мы не успеваем прочитывать, но я каждый раз читаю, советую, кстати, всем заказать себе эту книгу, и каждый день прочитывать по одной главе Мишли. За месяц вы заканчиваете всю Мишли, и за год, 12 раз, закончив книгу Мишли, мудрость царя Самона частично перейдет к вам. Насколько перейдет, вы сейчас поймете. Значит, вот вторая глава, вторая глава, в ней есть вот такой замечательный отрывок. Замечательный отрывок, значит, это четвертый отрывок во второй главе. И он как раз нас соединит с тем, что мы в недельной главе учили, красота служения. Говорит царь Самон, им тивакшена как кесов. Если ты будешь божественную мудрость, будешь ее хотеть, как люди хотят серебро, то есть, как люди хотят деньги, векематмуним тахпесена, и будешь ее разыстивать, как сокровище. Значит, Аз, Тавин и Раташем, тогда ты поймешь трепет перед Богом, страх перед Богом. То есть, у тебя будет понимание, имеется в виду, ну, ты поймешь, как это все работает. Ведаат, Элуим, Кимца, и познание всесильного ты найдешь. Найдешь, тебе откроется всесильное, так как работает вся система. Киашем и Тенхахма, потому что Бог дает божественную мудрость. Мипив даатутвуна. От него познание и сообразительность. Значит, это вот, получается, четвертый, пятый, шестой отрывок, он нам говорит следующую вещь. Давайте разберемся. Чем люди занимаются большую часть времени? Они ищут серебро. То есть, большую часть жизни человек находится на работе, учится он для того, чтобы получить профессию, чтобы зарабатывать. То есть, большая часть мира, большую часть времени разыскивает серебро. То есть, серебро имеется в виду деньги для жизни. Если человек перестает работать, то ему не хватает. Так устроен этот мир. Очень, кстати, это мудро, да, потому что иначе вообще непонятно бы, что бы было. То есть, человек вынужден работать. Он не может. Всевышний ему говорит, ты не можешь, ты не будешь сидеть на месте. Ты не можешь бездельничать, ты не в раю. Ты по-любому должен действовать. Тебя жизнь заставит. Теперь, ну, что ты будешь искать? Это вопрос. Если ты будешь искать только заработок, краткосрочную перспективу, тебе всегда будет не хватать. Но если ты будешь искать божественную мудрость, как люди ищут серебро, то есть, с тем же, с тем же самоотдачей, да, то есть, Талмуд нам приводит, не Талмуд, в Шелхонорухе, в сборнике законов, написано так, что утром надо встать на молитву и желательно вставать еще до восхода солнца. И будет тебе летом говорить твое злое начало, что ночь такая короткая, ты не выспался, останься в кровати. Зимой тебе будет говорить твое злое начало, твоя животная, вот эта сущность, внутренняя корова, что, ну, холодно на улице, полежи, погрейся еще в кровати. Но ты должен сказать себе, если бы сейчас мне нужно было бы ехать забирать долг, вот мне должны деньги, и чек он мне может только сейчас отдать, что я бы, лежал бы в кровати, вскочил бы. Если бы мне надо было вставать на работу, где я могу заработать, что я бы, лежал бы, вскочил бы, значит, я должен также вскочить для служения Всевышнему. И вот здесь как раз вот этот момент. Если ты будешь искать, как ищут серебро, божественную мудрость, и как люди ищут сокровища, ты будешь разыскивать, как люди ищут сокровища. А как люди ищут сокровища? Есть, которым достаточно синица в руке. И они всю жизнь с этой синицей в руке сидят, но у них все время эта синица, она же маленькая, вот месяц закрыл, опять, опять, опять. Есть, которые ищут журавля в небе. Они думают, ну вот я уже разбогатею, и тогда уже я, значит, буду лежать, отдыхать. И вот это называется разыскивать сокровища, да? Есть люди, которые всю свою жизнь, они ищут возможность разбогатеть. Но, говорит мудрейший из людей царь Соломон, вы не туда копаете. Если ты будешь с таким же самоотверженностью, как люди бегают за серебром на работу, искать божественную мудрость, ежедневно изучать Тору. Если ты будешь искать, как люди ищут сокровища, в Торе ты будешь искать глубину, и искать те вещи, которые реально могут тебе сегодня улучшить твою жизнь. А с Тавиной Раташем, тогда ты поймешь трепет перед Богом. Значит, в Торе есть две, как бы, две составляющие. Есть интеллектуальная связь с Богом, когда ты читаешь, изучаешь, узнаешь. Это называется интеллектуальная часть с Богом. То есть ты заполняешь знаниями свой неокортекс. Потом вдруг... Но есть человек, управляют его эмоции. И самые две сильные эмоции это страх и желание получить удовольствие размножения. Это самое считается такое запрограммированное большое удовольствие. Эти две эмоции сильнее. Говорят, что там мужчины думают не головой. Значит, женщины тоже иногда думают не головой, потому что женщины больше они беспокойны. У них больше эмоционально они сразу зажигаются и пугаются там или тревожатся и так далее. Так, если ты интеллектуально изучаешь Тору, то ты поймешь, как себя привязать эмоционально к Богу. И тогда ты поймешь страх перед Богом, трепет перед Богом. То есть если ты включаешь эмоциональную связь связь со Всевышним на уровне, что я реально понимаю, перед кем я стою. Это царь царей, от которого зависит судьба всего мироздания. И второе, если я понимаю, что за каждую ошибку, за каждую сложность, то есть идет отдача, и Всевышний управляет всем, всем мирозданием вообще. Тогда у меня появляется с ним эмоциональная связь, трепет перед Богом. Ты его поймешь, как это работает, как это включается. И он у тебя заменяет все остальные страхи в жизни. То есть у тебя есть один только трепет. Бог хозяин мира, он всем управляет, от него зависит все. Здоровье, благополучие, завтрашний день, завтрашний день в ваших потомках, в вашей семье, завтрашний день всего мира, будет атомная война, не будет. Все от Всевышнего. И ты когда это осознаешь, у тебя появляется эратошем, трепет перед Богом. И ты его тогда поймешь. В это ад, Элоим Тимца, и познание Всесильного, ты узнаешь. Он узнает, ты узнаешь, как работает система, ты узнаешь, какие несчастья в мир приходят за что, ты узнаешь, как они останавливаются, ты узнаешь, где общественное проведение, где твое личное проведение. Все ты поймешь, как работаешь. Это называется да ад Всесильного Тимца. Ты познаешь познание Всесильного. Тиашем и Тенхахма. Бог дает божественную мудрость. Познание. То есть люди в мире живут на базе каких-то аксиом. Но это аксиомы для человека. Что такое добро? Ну как, это все знают. Вообще не все знают. Это нити у человека изнутри. То, что он воспринимает, как аксиомы, на которых стоит мир. А это вообще не аксиомы. Это просто то, что человеку объяснили в раннем возрасте, во что он поверил в первую очередь. То есть это первый слой его убеждений. А здесь написано так, говорит нам царь Соломон, что именно Бог дает хохма. Вот эти аксиомы, божественная мудрость дает только Бог. Что такое хорошо? Что такое плохо? Что правильно? Что неправильно? Не может человек это сказать? То есть человек может выдумывать все, что он хочет. Но нужно смотреть правде в глаза. Выдумка – это выдумка. А Бог – творец мироздания. И он сообщил через пророков, значит, то, как все работает. Человек глупый, он может сказать, ну ладно, а кто сказал, что пророки, они говорят правду? А, все, я нашел, нашел. Он говорит, зацепочку, как пророкам не верить. Ну, оставайся тогда, верь себе, или Карлу Марксу, или этому Дарвину, который теории высказывал. То есть если ты, знаете как, а, я нашел, что пророкам можно не верить. Ну, не верят. Чем ты останешься тогда? С пустотой. Значит, Бог дает хохму, Бог дает божественную мудрость. Он дает вот эти аксиомы, как работает мир. Мипив, да, тут вона, от него вся система познания и сообразительность, как оно работает, причина следственной связи. Все, теперь, как это все связывается с служением Всевышнему? Так и связывается. Порядок приоритетов. Что для тебя приоритетно? Что для тебя важно? Что для тебя на первом месте? Еще Каин и Эвель, в этом была их вот эта вот, можно сказать, спор и первая ситуация. Для Эвеля было важнее всего Всевышний, для Каина было важнее всего Земля. И, значит, Земля, Каин был, он очень был смурной такой парень, все, он был недовольный. Эвель был такой восторженный. У меня было еще годы, был вопрос, почему же Каин убил Эвеля? Ну, это я вам скажу завтра тогда, с Божьей помощи, блин, это я вам скажу завтра, почему же все-таки Каин убил Эвеля, и как, почему бывает в этом мире, что праведник, он страдает. Хорошо, все, удачи, успехов. Напишите свои выводы из сегодняшнего урока, то, что для вас открылось в ваших поисках божественной мудрости, значит, в день и бродстве, шалом, значит, пожалуйста, напишите, что лично вам открылось, какие у вас произошли инсайты, значит, и все, кто учит Ору, чтобы было у вас все хорошо в жизни, чтобы было у вас благополучие, здоровье, силы, хорошее настроение, и осознание, что Бог все, что Бог делает, все к лучшему. Все счастливо, до завтра. До завтра.